Насколько могут подорожать гречка, овсянка и рис в ближайшее время? Каким образом будет рассчитываться новый налог с банковских депозитов? И когда его нужно уплатить? Почему в Татарстане значительно увеличилось число молодых заемщиков? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нины Горенова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале года это мы обсуждали, специалисты говорили, когда правительство ограничило рост цен на сахар, подсолнечное масло. Было понятно, что если сельхозпроизводители не получат нормальную компенсацию, понятно, что в новом сезоне они, скорее всего, эти продукты, эти сельхозкультуры будут увеличивать. Но смысл, потому что понятно, что любой бизнес рассчитан на получение прибыли. И надо понимать, что у нас, в принципе, все сельхозпроизводители, они частные. Ну, нету государственных практически. Соответственно, ну, скажем, директивно заставить бизнесмена, да, сеять и, скажем, продавать себе вот так не получится. Отметим, что гречка в Татарстане с начала года подорожала на 11%. Стоимость риса при этом не изменилась. Банки в Татарстане передадут данные обо всех вкладах граждан налоговые органы. Они должны сделать это до 1 февраля следующего года. Данная информация необходима для расчета нового налога на доходы по банковским депозитам. Платить этот сбор должны будут вкладчики, которые держат в банках более 1 миллиона рублей. Напомним, что налогом облагаются исключительно проценты, получаемые с этого вклада, а не суммы депозита. При этом установлен необлагаемый процентный доход. Он у нас рассчитывается как произведение суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года. В текущем 2021 году необлагаемый доход у нас будет 42 500 рублей. И если по вкладам вы получили доход не больше этой суммы, то, соответственно, налога у вас не возникнет. Если же лимит превысит, то заплатить придется сумма превышения. Отметим, что при исчислении налога на вклады суммируются все проценты, начисленные во всех банках гражданина в любой валюте. Поэтому дробить деньги по вкладам в разных банках, пытаясь уйти от налогов, бесполезно. Рассмотрим жизненную ситуацию, когда у вас два разных вклада в банках. Один вклад – это на 500 тысяч рублей по ставке 5,5% годовых, а другой – на 600 тысяч рублей по ставке 6% годовых. Нам нужно рассчитать процентный доход, полученный по этим вкладам. Он у нас в банке первом составит 27,5 тысяч рублей, во втором банке 36 тысяч рублей, всего это 63 500 рублей. Из этой суммы нам нужно вычесть необлагаемый процентный доход 42 500 рублей и за минусы с этой суммы удержать 13% в пользу государства. И сумма к оплате составит всего 2730 рублей. Рассчитывать налог на депозиты самим гражданам не нужно, за них это сделают налоговые органы. Первые уведомления вкладчики получат осенью следующего года одновременно с расчетом по имущественным налогам. А заплатить сам налог нужно до 1 декабря 2022 года. Татарстанская молодежь стала активнее брать кредиты. За год число заемщиков до 25 лет выросло на 28,5%. Регион вошел в число лидеров по этому показателю. К сравнению в целом по стране рост составил 14,5%. Эксперты объясняют динамику в Татарстане высокой деловой активностью и ростом финансовой грамотности молодежи республики. В то же время они указывают, что заемные средства для многих молодых людей – это способ поддержать текущие расходы на прежнем уровне, поскольку реальные доходы граждан не растут уже 6 лет. Всегда было так, что в первой плане жизни люди берут кредиты, во второй откладывают накопления. И сегодня основным драйвером роста доли самых молодых заемщиков является необеспеченное кредитование, которое также стало популярным предложением и со стороны самих банков. И в первую очередь здесь можно выделить сегмент кредитных карт. Также важно отметить, что хороших зрелых заемщиков не хватает, поэтому кредитные организации все чаще обращают свое внимание на граждан, которые только вступают в взрослые финансовые отношения и жизни. Но нельзя забывать, что одной из причин повышения кредитной активности молодых россиян стало общее снижение доходов в период пандемии. Это были новости экономики. До встречи.